И все, привет ребят, с вами Строманик, я сегодня записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен разговорной тематике, сегодня у нас уже в среду анонс очередного ивента в нашей игре. Сегодня у нас анонс Дня Духов и уже с этой пятницы у нас стартует новый ивент, сегодня у нас буквально вышел утром видеоролик, связанный с Черной Пятницей, в котором я говорил как раз таки не торопитесь тратить большое количество кристаллов на ближайшие скидки. Вот вам ближайшие скидки, 30% у нас на магазин, на гараж и на микропрокачки, но уже через 2 недели нас ждут более жесткие скидки, если вы вдруг не видели еще тот видеоролик, то можете спуститься вниз в комментарии, ой в описании и перейти по ссылочке как раз таки на видос и посмотреть видос связанный с Черной Пятницей и понять какие скидки у нас будут там и что не стоит особо здесь сильно торопиться и тратить безумно. Большое количество кристаллов. Можно конечно что-то приобрести, что-то поставить на прокачку, но явно это не тот праздник, на который стоит тратить большое количество кри. У нас появляется 2 спец режима, которые будут с пятницы по воскресенье на этих выходных и через неделю. Все эти ивенты сделаны как раз таки для того, чтобы можно было половить конфеты. И у нас будет 2DM режим ЧК. Первый режим на карте Хэллоуин в третьей версии, я не знаю что это за версия карты и как она выглядит, но вангую, что это на центре с могилами как раз таки карта, где есть еще боковишки такие, которые похожи на карту Йоркшир или Нью-Йоркшир. Не помню какая там карта была, но это карта, которая была на Хэллоуин в 2018 году. Именно в этот год выходил у нас старый скин Демоник Жиги, поэтому если вы вдруг помните такие вот определенные моменты, то вы должны понимать какая карта будет. Я так по крайней мере думаю. Ну и еще через неделю у нас будет спец режим с демочкой, в котором будут карты Чернушка, Тишина и Форест Ремастер. И там тоже будет повышенный шанс выпадения золотых ящиков и можно будет тоже ловить голды как раз таки. А нет, подождите. Здесь у нас написано, что частота выпадения голдов увеличена, а вот здесь у нас ничего не написано. Походу во втором спец режиме даже повышенного шанса голдов не будет. Будет просто обычная ДМка. Если там не будет повышенных шансов выпадения голдов, то это не так круто, если честно. При том, что сейчас у очень многих есть интерес в ловле конфет. И у меня в том числе, потому что до сих пор я не дошел до нужных целей в нашей мини-игре. И если у нас будет только одни выходные, то это конечно не очень круто. Ну и также есть еще проблемы, о которых чуточку попозже я поговорю. Ультраконтейнеры у нас обновляются с Теслой XT. Снаряды магнетрона на гром появляется устройство на отключение как раз таки расходки. Магнетрон на рикошет, тектоническое поле на рикошет, снаряды шум для грома, поджигающие снаряды для скорпиона. Также кризис броненосец, все в принципе по дефолту. Три спецпака появляются. Спецпак с 200 ультраконтейнерами и как раз таки новым устройством на гром, которое будет добавлено также в ультраконты. Также появляются спецмиссии, которых довольно много, но в них я уже увидел очень интересный моментик. В сумме можно будет заформить 3, 6, 7, 8, 10, 20, по 20, короче 40 в сумме ультраконтов можно заформить. Но заметил я очень интересную вещь, это то, что в спецмиссиях нету как раз таки заданочки, ой не заданочки, а возможности получения звезд за каждую спецмиссию. И когда я только увидел вот эту вещь, очень быстро я задумался о том, что скорее всего это связано с тем, что у нас завтра выходит анонс с контрактами. И в этих контрактах как раз таки будет необходимость копить звезды, обменивать на какую-то определенную валюту, либо комплекты, либо еще что-то в этом духе. И уже доступность и возможность получения звезд станет совсем на другом уровне. Возможно это появится на уже получается этих выходных, то есть завтра у нас будет анонс, а возможно это будет тогда, когда у нас закончится первый ноябрьский челлендж. Возможно это как раз таки обнова, которая поменяет очень многое и даже с заданок ежедневных и с недельных у нас пропадут звезды. Но это лишь мое пока что такое небольшое предположение. Будет интересно кстати услышать, что вы думаете по этому поводу, почему эти звезды убрали. Усложняют выполнение челленджа как раз таки именно этого, но в сумме я даже на бездонате по идее должен успевать. Если бы еще игра работала и не было никаких додос атак. Так, ну и повышенный фонды и опыт. Также у нас будет с пятницы по воскресенье одну неделю и через неделю еще. Мегаголд и праздничное оформление. В сумме, что я могу сказать. Этот день духов очень сильно похож на предыдущий день духов, который был год назад. И наверное здесь нету наверное чего-то сверх необычного. В принципе все читаемо. Как я и думал все появляется у нас в игре. Но вот это вот как раз таки... Пропажа звезд с заданок очень сильно меня заставляет задуматься о том, что как раз таки возможно грядут определенные изменения. И самое главное хочется верить в то, что не будет у нас никаких определенных лагов. Не будет додоса. Не будет проблем с входом в игру. Потому что даже на сегодняшний момент, прямо сейчас у нас к сожалению игра не работает. Надеюсь, что эти проблемы решат. И мы вместе с вами сможем комфортно проиграть. Половить конфеты на день духов. Потому что у меня, как я уже сказал, на сегодняшний день ситуация в мини-игре не самая лучшая. И хотелось бы мне хотя бы пройти эти пять островов и получить дополнительные награды. А также устройство на мой молот. И получить вот этот вот молот-пульсарчик. Пишите, что вы думаете по поводу дня духов, по поводу додоса. Потому что, ну это 100% додос. Я не верю больше ни во что, что это может быть. Почему у нас игра лагает. Делитесь своими впечатлениями. Поддерживайте обязательно данный видос лайком. Подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видеоролики. Ну и конечно же не забывайте про тег создателя контента, который в настройках игры. Можно также подрубить. Мой личный тег, это тегтимп. Устанавливайте его и участвуйте в розыгрыше. Прямо сейчас у нас розыгрыш на 1 миллион кристаллов и на 20 тысяч танкоинов проходит. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.